Друзья, не знаю как вы, но я сейчас отчетливо чувствую запах чего-то странного. Казалось, только позавчера выходила серия по BIMNG Drive, и вот прошло два дня и вновь серия по BIMNG. Мне кажется, друзья, это заслуживает вашего царского лайка. Тем более я знаю, что вам не сложно, а мне будет безумно приятно. Здарова-здарова, дорогие друзья, с вами Булкин, добро пожаловать на мой канал, и сегодня мы вновь поиграем в игрушку под названием BIMNG Drive, да и еще и вдобавок с рулем. То есть, если позавчера у нас выходила серия по рандомному дракрейсингу, где я там на клавиатурке что-то там пытался тыкать, то сегодня полная симуляция. Всем приятного аппетита, кто кушает, всем приятен, что просмотрят. Друзья, если честно, я не знаю, почему до этого я не додумался подобное сделать. Ну, вот-вот, серьезно, у меня возникает только один вопрос. В BIMNG Drive неплохая физика, очень даже неплохая, игра очень похожа на полноценный автосимулятор, тут вообще все очень правдоподобно. Так вот, а что будет, если я попробую проехаться по гоночному треку? Ведь благо, такие треки в BIMNG есть, причем есть как карты, так есть и стандартные, например, как вот этот вот, который находится на карте Западное Побережье. Но, меня вот интересует вот что, на самом деле. Помимо того, что сегодня я просто попытаюсь там проехаться на время или еще что-то, как-то вот, да, вот, ну реально полный реализм, мы же играем там в Гранд Туризм, а какие-то в каких-то гонках у частного Пчупа не попробовать подобное сделать в BIMNG Drive. Меня интересует вот что. Дело в том, что... Вот что дело в том, что хорошо сказал. Здесь вот около питлейна есть маркер, так как сейчас я запустил самую последнюю версию BIMNG, вот если не ошибаюсь, по-моему... Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Вот он, вот он, вот он, вот сюда я телепортируюсь. И здесь вроде как можно даже запустить какую-то гонку. Если честно, мне даже наоборот интереснее было бы проехаться на время. Так, у нас есть, ага, Labs, Rolling Start, а я вот, не знаю, Driving Weekly. Тут нельзя, да, добавить, получается? Ага. Так, давай для начала я выберу себе автомобиль, на котором я хотел бы проехаться. Я думаю, что для начала возьмем что-нибудь полноприводное. Например, какую-нибудь версию Hiroshi Sanburs. Ну, допустим, я приехал реально на своем Субарике, да, потому что все-таки это прототип типа Subaru VRX STI или просто там VRX. Ну, короче, Impreza. Возьму ее, голубого цвета вполне вот эта модификация меня устраивает. Она же не заднеприводная, подожди, у меня, по-моему, нет заднепривода. По-моему, нет, ну, сейчас, подожди, стоп, АВД, да, все, АВД. Все отлично. Дальше меня интересует, как здесь вообще можно начать гонку, потому что... Так, единственное, стабилизацию сразу нахуй посылаю, потому что я тру-гонщик и хочу, как бы, прочувствовать весь реализм. Так, значит, трек-день. Просто приехал на трек-день, соответственно. Подожди, а еще есть... А, вот, разные конфиги. Малый круг, длинный гоночный, длинный по прямой, или длинный с таким вот, с такой хуевиной, короче, да, на прямой. Не, давай попробуем, наверное, без хуевины. Реверс, а, типа обратную сторону. Два круга, роллинг-старт, ну, давай, да. А, то есть, это, получается, я сразу... Так, подожди, а я что-нибудь могу? Ничего не могу менять, да? То есть, этих ботов я не могу добавить. Блин, ну, это жалко, если честно. Так, роллинг-старт, это, получается, я на ходах сразу стартую. Большая гоночная, так, все, отлично. Это я так на ходах стартую? А, понял, мне... Я заглох. Нормальное начало. Я, типа, начинаю заранее, чтобы сразу идти на лучший круг. Все, до меня дошло, как это работает, блядь. Логично. Так, значит, все, что я хотел бы сделать, единственное, наверное... Давайте попробуем от третьего лица. Мне просто интересно, так, включу фары. Хоть и не темно, я трассу вообще не знаю. Не знаю, будут ли тут какие-то подсказки. Так, АБС у меня отключена, поэтому... А, включена, АБС есть, АБС есть, отлично. Слушай, так так можно на время заезжать, на самом-то деле. Э, а что передачу вы... Не понял, блядь, я вроде ее, как бы, это самое. Все было грамотно, все хорошо. Четвертое. Слушай, неплохо... Рулится. Неплохо. Рулится машина, неплохо. Ну так, есть нюансы, конечно, в каких-то местах. Но в целом хорошо контролится, в принципе, так. Так, я понял, короче, я пизда. А, ладно. Так, рестарт. Меня интересует хорошо, что поменяется, если я... Блядь, ну в бимке? На самом деле, да что-то я как-то... Так, первое, все, поехал. Так, ну в принципе, кстати, вполне. Только единственное, надо чуть-чуть поближе сесть, а то как-то слишком далеко, как-то скорость даже не ощущаю. Вот, вот так хорошо. Четвертое. Так, как будто сижу за рулем. Так, друзья, вот реально, давайте без шуток я попробую проехать полностью этот трек. Значит, АБС есть, поэтому так, четвертое понижаю. Бля, он не втыкается как будто сразу, ты прикинь. Третье. Не-не-не-не-не, хуевенько. Вошел хуевенько. Ну сейчас, пацаны, сейчас придрочусь. Не, вот кто бы что ни говорил, я отвечаю. Кто умеет нормально кататься в каком-нибудь симуляторе, пацаны, в реальной жизни у вас проблем с прохождением там по нужным траекториям и вообще в целом на треке проблем не будет. Я отвечаю, вот кто бы что ни говорил. Потому что я сам в свое время в Гранд Туризм научился там и многому, короче. Да и не только в Гранд Туризм. В ЛФС я научился дрифтить, потому что ЛФС это, блядь, игра, которую я никогда не забуду. Ну, это охренительная игра. Я просто трека не знаю, вот в чем проблема. Как бы знал бы я трек, я бы, наверное, ехал не так хуево. Потому что реально мне не знаком этот трек, я первый раз вообще здесь. То есть обычно мы там какие-то РПшки, что-то как-то где-то там катаемся, что-то где-то мутим. А здесь вот я решил реально посерьезки, бля, ну такое, конечно, на внешку выкидывать нормально, это я долбоеб просто. Так, пятое. Это вот этот прямячок, здесь, соответственно, мог быть объезд, но ничего. Главное, главное не расхуяриться. Шестая. Не, уверенно, уверенно, вполне. Нет, смотри, слушай, ей 230 получается, да? Единственное, я бы оттормозился, надо было какой-то... Ладно, похуй. Так, все. Торможу. Торможу. Пятое. Четвертое, третье. Ну такое, бля, такое, такое, конечно. Нет, в целом, в целом. Ну а преимущественно переднеприводное. Передком она прям гребет только так. Сейчас будет интересно взять, наоборот, заднеприводную тачку. Смотри, не расхуярился вроде. Даже не зная трека. Бля, ну такое, да. Реально, если бы я его знал. Он мне какой-то трек напоминает из реальной жизни. Вот это особенно хуйня, только в другую... Не, ну это жестко. Это, блядь, я еще и морду... Я не подобрал датчикпоинт. Пиздец, я там морды клеванул нормально, блядь. Ну-ка. Не, нормально, обвес на месте. Обвес на месте. Но в реальной жизни, я думаю, могли и подушки стрельнуть, на самом деле. Потому что я прям так кивнул хорошенько. Слушай, на заднем приводе, интересно, здесь будет прокатиться, на самом деле. Я думаю, что это другие ощущения, все-таки... Ну, хоть и у меня очень большой опыт в реальной жизни, как раз-таки гоночный, на переднем приводе. Но, опять же, пока что мне не хватает ручничка. Он совсем скоро у меня появится, обновочка кое-какая. С ручником другое дело. Хотя, конечно, на треке ручник юзать такое себе. Но в реальной жизни все по-другому все равно. Я говорю, даже проще в кое-то смысле. Потому что здесь, конечно, не хватает перегрузок, не хватает ощущения в целом, да, от автомобиля. И как бы поэтому все по-другому. Все даже сложнее, чем... Бля, я же только что проходил этот поворот. Нет, конечно, гонщик из меня такой себе. Гонщик из меня... Я боюсь представить, скоро выйдет Гран-Туризма новая. Я так жду эту ебаную школу новую. Она же по-любому там должна быть. Естественно, мы будем ее проходить. Я прям в предвкушении. Потому что Гран-Туризм это одно из лучших, что бывает. Всякие там вот эти челленджи, квесты. Потому что я не такой уж прям автосим-гонщик. Но вот проходить всякие такие штучки мне интересно. Ну и в онлайне, в принципе, можно погонять. Почему бы и нет. Сейчас надо к игре будет привыкнуть. Слушай, ну я понял, я понял. Я все понял. Машина, в принципе, предсказуемая. Как бы ну-ка давай все-таки от третьего лица. Я не знаю, блядь, как это работает. Я серьезно, я сразу... Ну ладно, тут я переборщил. Бля, как же вот, сука, какая же охуенная игра. Да, вот реально настолько реалистичные повреждения они сделаны. Это просто охуеть как круто. Реально охуеть как круто. А как отсюда выйти-то теперь? Абандон. Кто гандон? Чё это такое? Чё он обзывается-то? Абандон какой-то. Так, короче, я беру заднеприводный автомобиль. Не знаю, чем это сейчас закончится. Но я буду попроб... Я попробую хотя бы. Ой, блядь. Угу. Редтейл, например, да? Такая вот модификация у нас сейчас будет. Я не знаю, чем это все закончится, честно говоря. А, она на автомате. Подожди, нет. Там есть на ручке какая-то модификация. Нет, тачка эта прикольная. Она прям, ну реально... Так, батл хоук. Батл хоук. Ну, пусть будет в таком цвете. В принципе, мне пойдет. Самый трековый автомобиль, который можно только себе представить. Вообще идеально подходящий. Я предлагаю сразу отправиться на как раз-таки трек. То есть, что мелочиться, правильно? Если можно сразу стартануть гонку. Так, соответственно... Ну-ка, единственное... По малой! Да, по малой поедем, потому что... Роллинг старт. Давай, да, тоже включим. Потому что по малой больше поворота. Смысл нам от этих прямиков особо как бы вроде его и нет. Бля, я не знаю, пацаны, что сейчас будет. Это будет жестко, сразу говорю. А, блядь, он не дает... Вот чая глох-то, блядь. Он же не дает... Ну, все логично, в принципе. Так. Бля, это жопа. Ну, представь, что я просто приехал на чарджере в свободный трек-день. И как бы у меня свои методы прохождения этой трассы. Давай попробуем от первого лица просто, чтобы понять мой скилл вообще. Насколько я умею совладать с заднеприводным автомобилем. Так, третья. Слушай, ну такая она, конечно. Но в бимке все равно почему... Понял, блядь. Не, ну вот это все я, конечно, бы почувствовал в реальной жизни. Естественно, блядь. Тут я даже не чувствую, что у меня жопу повело. То есть вот от первого лица бимка не самая лучшая, к сожалению, игра. Потому что в каких-то... Ну, это пиздец. Не, я вообще не чувствую автомобиль, к сожалению. Сейчас я попробую, конечно, подпривыкнуть, но... Он чересчур какой-то, блядь... Ща-ща-ща-ща-ща-ща-ща-ща-ща-ща-ща-ща-ща. Я отвечаю в реальной жизни легче, пацаны. Вот вы все любого... Да ну нахуй! Ну, блядь, ну, конечно, ну, блядь, чё бы я... Да ну! Нет, да нет! Нет, ну нет! Не-не-не-не-не-не. Это какое-то... Какое-то странное ощущение. Наверное, просто из-за того, что ты... Не чувствуешь, как минимум, перегрузок вот этого всего. И какая-то педаль газа, но она не такая. Я ее, как бы, пытаюсь законтролить, но... Удается это с трудом. Почему-то. Ну и плюс обратная связь в бинке тоже, к сожалению, не самая лучшая. Но в целом, в целом, повеселиться можно. Повеселиться можно. Ну-ка, на второй. Так, ну, я так понимаю, что... Да, у нее прямо сразу... Ну, не бывает такого, блядь. Не так оно происходит в реальной жизни. Ну, не бывает. Она прям дерганая пиздец. Я понимаю, что мощи много. Я катался на мощных машинах заднеприводных. Ну, прям вот... Ну, прям вот на грани, сука, хожу. В реальной жизни, я думаю, что на треке... Я бы, конечно, не сразу, но поехал бы намного лучше боком. Вот не так руль реагирует, блядь. Он должен уходить туда. Он почему-то пытается вернуться слишком раньше, чем я от него этого хочу. Но в целом... Не, ну... Сейчас, конечно, подпридрачусь. В целом, что-то можно исполнять, конечно, на заднем приводе. Ну-ка, я бы, опять же, еще бы трек знал. Ну, у него выворота еще конкретно у этой тачки не хватает. Тут, как бы, все это понятно. А немножко непригодно для этого всего. Если бы я взял сейчас истинный какой-нибудь, там, дрифт-корщ, типа, тачка Лехи, то было бы иначе. Так, вот это очень хитрый поворот. Сейчас с перепадами. Честно, в реальной жизни у меня опыта такого не было, поэтому я не знаю. Машина себя должна своеобразно вести. Тут я просто аккуратненько проехал. Ну-ка, склоч... Нет, склоча, она не ставится. Она так сама по себе, когда захочет поставиться. Так, хорошо. Это все? А, это все получается. То есть сюда, в принципе... Ну, сейчас попробуем на тачке Лехи. Вот это, вроде как, близко даже было. Ну, она легче ловиться должна. Я прям напрягаюсь, чтобы ее словить. Но это не так происходит. Это происходит вообще не так. К сожалению. Ну, тут, наверное, конкретно настройки руля, опять же. И всяких таких вещей. Потому что в бинке, слава богу, вообще реализована поддержка рулей. И, в принципе, довольно-таки неплохо. Но... Ну, вот он не должен так выпрямляться. Другое поведение руля того же даже. В реальной жизни. Просто из-за того, что он у меня неправильно настроен. Даже говорю, прошлый руль мне удалось как-то правильнее настроить. А здесь я как бы борюсь с ним. Не с машиной я борюсь, а с рулем конкретно. Он себя ведет немножко неадекватно. Вот, если бы мне кто помог правильно настроить рулец в бинке, наверняка его можно правильно настроить. Это было бы, конечно, очень четко. Это было бы прям хорошо. Так, ну-ка. Ну, такое, да, конечно, на такой машине подобное исполняется. А от третьего лица я уверен, что у меня ничего не получится. Потому что я вообще не чувствую автомобиль. От слова совсем. То есть для меня... Ну, то как-то он душит. То есть он должен дать разгазоваться на третьей и спокойно вообще. Учитывая, что у него здесь, ну, скорее всего, под 700 сил где-то. Ну, как бы да, странно. Но, в основном, есть такое ощущение. Ну, вот руль, он пытается... Какое-то неправильно он ведет себя. Не-не-не-не-не. Он должен был давным-давно легче пойти. Потом он начинает идти реально так, как я от него жду. А уже вроде я привык к другому. И очень странные ощущения происходят. Да. Ну, надо поднастроить. Тут уже конкретно у меня проблемы. Ну-ка, попробуем сейчас поагрессивнее. Он прям вот, ну, не так это происходит. Не-не-не-не-не, друзья. К сожалению, я могу с уверенностью сказать, даже вот на фоне других игр, к сожалению, видите, в бинке руль надо полностью самому настроить. Он не определяется автоматически. Он не дает каких-то дефолтных этих. Ты там что-то подкручиваешь. Я в этом, честно, не разбираюсь особо. И вот я как бы по ощущениям более-менее, конечно, сделал, что это играбельно. И вполне себе почему бы и нет. Но чтобы вот прям исполнять, как бы я исполнял в жизни, это вот вас это курс, пожалуйста, да. Там все автоматом очень даже неплохо. И поэтому ищу, друзья, ищутся настройки для руля. Моего желательно, может быть. И вообще оптимальные в бинке. Там столько этих крутилок, блядь, там можно вообще, если честно, запутаться. Поэтому, наверное, мне, к сожалению, не удалось это сделать так, как хотелось бы. Но в целом, если, конечно, стабу подрубить, ну, это будет скучно. Нет, я со стабой не хочу. Ну вот он, он вырывается. Он должен быть более покладистым. Дело не в машине. И даже, наверное, не в игре, а в настройках конкретных. Не-не-не. Тут какая-то идет непонятная херня. Чуть задний бампер не оторвал. Вот эту шпильку я вообще на изи в ассете прошел. С такой мощностью машина это позволяет. Не, вот сейчас... Ну, поздно, поздно ты, братан. Ты поздно это делаешь. Поэтому, друзья, совет сразу. Если вы там учитесь что-то исполнять в играх, то всегда учитывайте, насколько поведение руля. Я-то это могу понять, потому что у меня есть опыт в реальной жизни. Но кто-то в реальной жизни вообще еще даже за рулем не сидел, например. Поэтому в той же ассете все четко. Вот реально, ты подключаешь руль, там все четко. Машина ведет себя так, руль возвращается так, как он делает это в реальной жизни. А вот в бимке, будьте внимательны, надо настройки искать. Так, что бы я хотел еще сделать? Continue, add start. Ничего не понятно, блядь. Три разных этих. Так, хорошо. А, типа, понял. Так, что я еще хотел сделать? Я хотел взять тачку Лехи. Просто понять, да? Ну, разница, естественно, будет. То есть, эта машина как бы такая тяжелая. А вот эта все-таки у нас уже как бы подготовлена. Я думаю, многие помнят даже серии, в которых я неплохо и на тачке Лехи раздавал, на руле на прошлом еще и на других автомобилях. Ну, потому что там руль был поднастроен получше. Так, АБС у нас нет, все понял. Вот это движение, вы понимаете? Его не существует в реальной жизни. Он выпрыгивает у меня. Хотя должен быть... Во-во-во-во, вот-вот-вот. И он борется, а должно быть играюще. В реальной жизни все играюще происходит. А здесь какая-то залупа, блядь. Ну, тут мощи, конечно, не хватает на третий прям, чтобы так бесподобно пройти. Тут можно с такими перекладками это все исполнять, на самом деле, если... Если б руль был... Да, ручника не хватает еще, конечно. Но прежде всего, вот с этим надо понять. Вот понять, как его поднастроить, чтобы это... Ручника не хватает. И руль, опять же, он выпрыгивает в противоположную сторону не так, блядь. Прыгунчик ебаный, блядь. Я бы, мне кажется, не... Если бы вот был нормально настроен руль, я бы смог это не выпрямляясь пройти, рандомно, чисто вот. Вот, вот, а он прыгает, понимаете? А он прыгает, блядь. Да. Странная хуйня, ну ладно. Но, опять же, дело все в настройках. Вот сейчас ручничком можно было побаловаться. Там, бом, конец... А, нет, не конец страйка, все нормально. Бля, он такой жесткий, ебать его, хуй. Ебать, он не мягкий вообще совершенно. Так что, блядь, это как вообще? Нет, тут какая-то... Реально борьба с рулем, а не с автомобилем идет. Смотрите. Я не знаю, насколько это чувствуется. О-о-о, своей жене. Короче, надо настраивать. Надо настраивать, к сожалению. Ну, от третьего лица я вообще прям молчу. То есть, я пускать-то пускаю тачку. А контролить ее невозможно, когда руль просто своей жизнью живет. Обратная связь есть, я как бы не спорю. Но она не такая. Вообще не такая. Просто... В общем, друзья, я пытался найти настройки, но я их, к сожалению, не нашел. Буду рад, если кто-то знает, как вот прям вот круто настроить. То есть, я могу показать, что у меня сейчас стоит здесь. Управление, обратная связь. Вот, прежде всего, это вот здесь вот пунктики. Сейчас я вебку перемещу. Так, вот сейчас должно быть видно. То есть, прежде всего, вот это вот все. Это я все сам просто пытался каким-то образом настроить. Но это просто рандом. Вот, он какие-то там заготовку дает, но... Короче, вот здесь вот надо потыкать. Прежде всего, да, обратная связь ведет себя неадекватно. Может быть, силу уменьшит. То есть, опять же, вот почему-то, вот когда добавится эта возможность автоматически определять руль и под него какие-то готовые решения, как это, опять же, там в той же асете, то это будет очень круто. Потому что физика игры позволяет. То есть, к физике никаких вопросов вообще не имеется. Все здесь понятно и просто. А вот настройка руля подводит немножечко. Так что, друзья, фух, сегодня немножечко я аж... Спотел. Впервые выехал на трек в BeamNG Drive, между прочим. Вот, такое вот событие произошло. Друзья, огромное спасибо всем за просмотр. Оценивайте видосик, подписывайтесь на канал, ставьте впервые, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие серии. Оставляйте ваши комментарии. До новых встреч, всем удачи и всем пока-пока, друзья.